Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационно-просветительскую передачу Свет Миру. В сегодняшнем выпуске вы узнаете о праздничных мероприятиях, проведенных в Липецкой епархии в честь 300-летия со дня рождения святителя Тихона Задонского. 23 августа перед главными воротами здания Липецкого епархиального управления состоялось открытие памятника святителю Тихону, епископу Воронежскому, Задонскому чудотворцу, чин освящения памятника совершил высокопресвященнейший Арсений, митрополит Липецкий и Задонский. Царю небесный, утешителю души истинной, и живет здесь сын, и вся исполняет сокровище благи, и жизнь неподателю прииди целисяны, и очистены, отсяки и скверны, и спаси благое души наши. Памятник святителю Тихону Задонскому отлит из бронзы и отличается от большинства монументов. Святой сидит, а не стоит. В основе этого образа живописные изображения подвижника Божьего, который беседует с людьми и благословляет их. Решение создать такой памятник было принято из-за особенностей его местоположения, чтобы монумент не перекрывал здание епархиального управления. Архитектором памятника является Владимир Дмитриев, скульптором Илья Караченко. После освящения памятника с приветственными словами к собравшимся выступили высокопресвященнейший митрополит Арсений и представители областной и городской администрации. Я благодарен, что и по сей день память о нем живет не только в нашей земле, но и во всем православном мире. Ну а мы свою любовь ему подтверждаем тем, что сегодня, благодаря участию наших меценатов, идейных людей, которые загорятся и начинают всех нас двигать и подвигать к большим событиям. Я очень благодарен руководству губернии, а также городу, которые в тех дискуссиях, которые были у нас по поводу установления этого памятника, пришли к все-таки единому мнению и поддержали инициативу наших предпринимателей, во главе с Николаем Николаевичем, которые смогли осуществить эту идею, в которой мы увенчали наш город новым архитектурным сооружением, новым знаком памяти об одном из легендарных отцов нашей отчизны и церкви. Ваше Высокое Пресвященство, хотел бы поблагодарить Вас за то, что Вы благословляете и поддерживаете такие инициативы наших меценатов, спонсоров в нашем регионе. И отдельно от имени губернатора, от Игоря Георгиевича Артамона, от всей команды правительства, Николай Николаевич Вас, Валерий Алексеевич Вас за то, что Вы не просто инициативно, но еще и делом реализуете проекты, реализуете такие сигналы для нашего населения, которые они ждут, они на самом деле очень тепло воспринимают, и Вам благодарны. Особенно важно, что сегодня, сейчас мы открываем этот памятник, потому что мы живем в великой многоконфессиональной стране, и всегда люди в тяжелые времена, в лихие времена, сейчас у нас на самом деле тяжелые лихие времена, Россия, русский народ, один единственный народ, который противостоит всемирному злу, всемирному бесовскому порядку, и только в объединении, в нашей вере и в взаимоподдержке, в нашей с Вами силе. Дорогие друзья, я надеюсь, что этот памятник, мы твердо уверены, будет создаст место в Липецке, которое станет еще более духовной и краше. Установка памятника святителю Тихону Задонскому была приурочена к празднованию 300-летия со дня рождения святого. Монумент этому подвижнику Божьему также украшает Задонский Рождество Богородицкий мужской монастырь, где российский златоуст провел свои последние годы и где покоятся его честные мощи. Святитель Тихон активно помогал нуждающимся, посещал многие населенные пункты, образованные позже Липецкой области. И замечательно, что теперь липчане могут вспоминать, что эту землю осветили такие великие люди, как святитель Тихон Задонский. 26 августа отмечается один из важнейших праздников Липецкой епархии – представление и второе обретение мощей святителя Тихона епископа Воронежского Задонского чудотворца. 2024 год стал юбилейным, прошло 300 лет со дня рождения святого, и поскольку точный день его рождения неизвестен, торжество по этому случаю перенесено на дату памяти святителя Тихона. 26 августа в Задонском Рождество Богородицкого мужского монастыря, где святой провел последние годы своей жизни и где покоятся его честные мощи, собрались верующие со всей России. Божественная литургия была совершена на монастырской площади рядом с памятником святителю Тихону. Божественную литургию в этот день возглавил высокопресвященнейший Арсений, митрополит Липецкий и Задонский. Ему сослужили высокопресвященнейший Феогноз, митрополит Каширский и Карий, патриарха Московской всей Арусии, схимитрополит Никон Васин, преосвященный епископа Елецкий и Лебедянский Максим, Железногорский и Льговский Паисий, Валуйский и Алексеевский Сава, Усманский Ефимий, духовенство Московской, Липецкой, Елецкой и других епархий Русской Православной Церкви. Святителя Тихона Задонского и при жизни особенно любил простой народ. Он и сам был выходцем из бедной семьи псаломщика и не понаслышке знал о всех трудностях, с которыми сталкивались крестьяне. Став епископом, святитель Тихон помогал нуждающимся. К нему приходили за молитвенной поддержкой и советами в житейских неурядицах. Задонский чудотворец оставил после себя огромное богословское наследие, труды, разъясняющие простым языком особенности христианства и помогающие людям совершенствоваться на пути к Богу. Премьером является он скромность, несмотря на свой священческий сан. Он всегда проявлял такую скромность. Все помнят этот случай, когда его некий дворянин ударил щеку, а он упал в ноги, ему и просил прощения, и тем возвратил этого дворянина в лоно церкви. Ну и еще то, что он, хотя находился на Воронежской кафедре, конечно, никто оттуда его не сгонял, но он решил, что ему будет пользы больше для его души и для его паства, которая была многочисленна не только в Воронеже, но и по всей обширной воронежской епархии, в том числе и Ельце. Он решил, что ему лучше уйти с этой должности и посвятить себя трудам во славу Божию. И действительно, это очень важно, нужно, и до сих пор мы пользуемся его трудами во славу Божию. Много чудес произошло и у честных мощей святителя Тихона Задонского. Их не перестают фиксировать по сей день. И множество верующих, почитающих этого подвижника Божьего, собирается в день его памяти на Монастырской площади. Очень большой праздник святителя Тихона Задонского. Пришла первый раз на такой праздник. Поэтому рада, что бывала на таком празднике. Шла крестный ход три дня. И вот предпоследний день, со вчерашнего дня, с ночёвкой сегодня здесь. Жители Задонского района и наш святой, тем более трехсотлетие Тихона Задонского, поэтому всегда рада быть в его храме, где его мощи пребывают. Приехали из Липецка, я приехала, паломническая поездка, специально записывалась на праздник, на праздник первый раз, с радостью, с волнением, со всеми чувствами, эмоциями, потому что святой Тихон – это покровитель всей Липецкой области. И такое время сейчас тяжёлое, что хочется, чтобы все святые нам помогали. Семь лет назад попал в Урон-Лазовку, потом в Скид Свято-Троицкий. И вот с тех пор стало место родным, любимым. Любим, почитаем Тихону Задонского. Ездим на праздники, помогаем, чем можем. Несмотря на сложную политическую обстановку, не был отменён традиционный многодневный крестный ход из Липецка в Задонскую обитель. Святитель Тихон – наш земляк, он наш покровитель. Каждый год мы ходим к нему крестным ходом. Такая у нас сложилась традиция. Крестный ход у нас объединяет, то есть много друзей у нас появилось. Ходим мы уже 6 лет. И каждый раз приходим сюда, как в какое-то родное место, родной дом. Также помолиться святителю Тихону Задонскому в памятный день приехали участники велопробега, организованного епархиальным отделом по работе с молодёжью. Мы очень рады, что смогли прибыть на такой великий праздник, посмотреть на такое огромное количество народа, количество батюшек и владык. И очень позитивное настроение, и очень нравится здесь. Очень хорошая и добрая обстановка. Такие поездки, я считаю, они наполняют молодёжный дух, они внедряют православную культуру. И мне это очень нравится. Также очень много спортивных таких мероприятий. Тоже очень хорошо для духа поддержания. Уже четвёртый год при епархиальном молодёжном отделе существует велоклуб «Родные родники», который совершает велопаломнические поездки к различным святыням, источникам, храмам нашей Липецкой епархии. И самый главный, самый наш длинный и, наверное, самый запоминающийся маршрут – это маршрут в Задонск к Дню памяти святителя Тихона Задонского. Ежегодно он собирает несколько десятков участников, молодых людей, девушек, самых разных уголков Липецкой области, которые едут и трудятся и физически, и духовно, для того, чтобы с благодатным сердцем встретить этот великий праздник нашего угодника Липецкой земли. Сегодня более 18 человек приехали сюда. Они сейчас молятся, здесь причащаются святых христовых тайн. И надеюсь, что эта поездка будет добрым следом в их молодом сердце и, конечно же, поможет им в их дальнейшей жизни. Несмотря на то, что святитель Тихон Задонский жил в XVIII веке, он по-прежнему остаётся близким многим людям. Можно сказать, он был живым воплощением Евангелия, наш святитель Тихон, как бы такой живой иконой нашего Господа Иисуса Христа. Вот поэтому, конечно, подражая святителю Тихону в его подвигах, мы становимся тоже немножко похожими на нашего Господа Иисуса Христа. Но, конечно, для меня особенно, конечно, близко вот этот вот подвиг святителя Тихону, подвиг его огромного мужества и терпения. Потому что, несмотря на тяжёлую болезнь, несмотря на такое дьявольские нападения, он всё равно мужественно нёс свой крест. И четыре года из семь месяцев управлял Воронежской кафедрой. Хотя настолько ему было тяжело, что каждый год, почти каждый год, почти каждый год, за исключением одного только года, он написал прошение на покой. Один раз он написал прошение в 1765 году. И даже его не стал отправлять. Вот переборол себя, перетерпел своё тяжёлое состояние в один из великих постов 1765 года в марте. Вот. Поэтому, конечно, удивительное вот это его огромное терпение, страдальческое такое терпение. И в то же время он в нём вот сочеталось. И вот эта такая тяжёлая такая болезнь и дьявольское такое уныние, которое злой дух на него старался наводить. И огромная энергия труда. Вот. Как-то вот между вот этими двумя, как бы, такими полюсами он всё время в подвиге находился. Огромная энергия труда. То есть постоянно он не мог дать себе покоя. Он постоянно трудился, помогал бедным, помогал заключённым в тюрьмах, организовал объезды храмов. Первые два года он сам объезжал храмы. А епархия огромная. От, можно сказать, от Тулы до Азова. Огромная епархия. И он посылает священников там в Сокольский уезд. Это сейчас Липецк уже. И посылает в Старый Черкавск. По окончании литургии был совершён молебен с крестным ходом. Слава Тебе, Сына и Святому Духу! Ракурс с честными мощами святителя Тихона Задонского обнесли вокруг собора Владимирской иконы Божьей Матери с молитвенными упрошениями к Господу. Рождеством святителя Тихона! Приветственное слово святейшего патриарха Московской в Сеаруси Кирилла по случаю 300-летия со дня рождения святителя Тихона огласил митрополит Каширский феогност, председатель синодального отдела по монастырям и монашеству. Святитель Тихон – величность яркая в русской церковной истории 18 века. Как ревностный архиерей Божий, талантливый духовный писатель и выдающийся проповедник, он немало сделал для повышения образовательного уровня пастыря и нравственного посвящения современникам, став настоящим собирателем сокровищ духовной мудрости. И именно так называется один из самых известных трудов святителя, который был излюбленным чтением многих поколений православных верующих в России, черпающих в нем душеполезные мысли и бережно слагавших их в сердце свое. Я думаю, замечательно, что и сегодня обширное литературное наследие в Задонском надборниках, не теряющий актуальность и духовные ценности, востребовано нашими соотечественниками. Со словами поздравления к собравшимся обратились представители администрации области и Задонского района. Ваше Высокое Преосвященство, Владыка Арсений, дорогие гости, Преосвященство, Святые Отцы, дорогие литчане и гости нашего региона, я уверен, что сегодня для всех нас, для православных, один из самых солнечных, светлых, теплых и родных дней в году. Я хочу громадное влияние святителя Тихона на культурную, на образовательную, просветительскую и, конечно же, самое главное, духовную жизнь нашей родной Липецкой земли, Воронежской области и, конечно же, всех православных нашей великой страны. Я хочу пожелать всем найти себя, найти то решение ваших вопросов, жизненных вопросов, у каждого они свои, с которыми вы приходите помолиться, поклониться мощам святителя Тихона. Пусть кто-то исцелится, кто-то привлетет уверенность, кто-то крепость в семье. Пусть ваши желания и пожелания и молитвы будут услышаны. А мы рады вас всегда видеть, встречать на святой Задонской земле. С праздником, с великим событием для всех нас, для всей нашей православной Руси. Высокопреосвященнейший митрополит Липецкий Задонский Арсений назвал торжества, посвященные святителю Тихону, праздником всей Липецкой земли. Всем вам сердечное спасибо и низкий поклон за ваше путешествие и стремление быть у мощей святителя и чудотворца Тихона. И тем, которые являются иерархиками церкви, и тем, которые держат государственную власть, и тем, которые не постоянно у престола Божия стоят, и те, которые из монашеских подвигов не выходят. И особенно тем, которые за дня в день своей жизнью, своим трудом и своим добрым отношением, своей улыбкой, добрым словом и светом своих очей Стремятся поднять духовную радость, утешение всем тем, которые пока не переступили порог церковный Или не отрицают существование Бога, но сами еще не перешли в ту стадию, когда церковь будет неотъемлемой частью их жизненного пути. Святитель Тихон Задонский – крупнейший религиозный просветитель XVIII века, уделявший большое внимание искоренению язычества на веренных ему землях и образованию духовенства мирян. В то же время подвижник Божий прославился кротостью, духовными подвигами и открытым сердцем к нуждам людей. Даже несмотря на сложные обстоятельства, верующие не забывают этого удивительного святого. И то, что на монастырской площади в дни торжеств собралось так много людей, доказывает любовь людей к святителю Тихону. На этом завершается очередной выпуск нашей передачи. Мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин